Майкл Ричард Пенс родился летом 1959 года. Биография политика началась в городе Колумбусе в семье выходцев из европейских государств с богатыми национальными традициями. Родители, воспитывавшие шестерых несовершеннолетних детей, обосновались в США благодаря набиравшему обороты процессу иммиграции. Дед по мужской линии, немец Эдвард Джозеф Пенс, старший, работал на скотных дворах в Чикаго. А предок по женской ирландец Ричард Майкл Ковули, освоил профессию водителя автобуса и этим зарабатывал на жизнь. Отец будущего политика, служивший в американской армии во время Корейской войны и награжденный медалью «Бронзовая звезда», управлял сетью бензоколонок. Мать занималась домашним хозяйством и образованием подрастающего поколения. Благодаря ее усилиям Майк окончил среднюю школу Колумбуса и получил степень бакалавра «История искусств» в престижном Ганнаверском колледже. Юноша вступил в братство Фигама Дельта и занял пост президента элитного студенческого общества. Выпустившись, он в течение двух лет исполнял обязанности консультанта вступительной комиссии, работавшей в учебном заведении постоянно. На дальнейшую судьбу Пенса повлиял тот факт, что он воспитывался как истинный католик и демократ, интересовавшийся взглядами Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Правда, в молодости потомок ирландцев, к великому разочарованию родственников, стал приверженцам учения евангелистов и увлекся консервативным здравым смыслом американского президента Рональда Рейгана. Политические взгляды студента колледжа сдвинулись вправо и в корне переменились. В середине 1980-х годов Майк отправился в Индианополис, поступил в юридическую академию при университете Пердью и стал дипломированным специалистом в области конституционного и гражданского права. В молодости, устроившись работать адвокатом, Пенс баллотировался в Конгресс США и прославился как талантливый шоумен и агитатор. В 2000 году Пенс стал членом американского Конгресса от штата Индиана. В этот период он позиционировал себя как христианин, консерватор и республиканец, входивший в комитет, основанный юристом Мишелью Мари Бахман-Эмбу. Переизбираясь на новые сроки, политик сделал блестящую карьеру. Он возглавлял фракцию меньшинства в Палате представителей и занимал третью по значимости руководящую должность в партии. Итогом 12-летней работы стали 90 законопроектов и резолюции и статус одного из 10 лучших членов Конгресса по версии журнала Esquire. Весной 2011 года Пенс выдвинул собственную кандидатуру на пост губернатора штата Индиана. Он противостоял демократу по имени Джон Р. Грек. Одержав победу, политик первым делом реформировал местные законы и навел порядок в налогово-бюджетной и экономической сферах. Кроме этого, Майк добился значительного увеличения финансирования чартерных дошкольных учреждений и инициировал создание учебной программы без учета основных государственных стандартов. Это породило ряд конфликтов с профсоюзами и сторонниками устоявшихся традиций, но не испортило его репутацию в глазах общественности. Пенс также выступал за развитие угольной промышленности, игнорируя концепцию чистой энергетики. С его подачи Индиана присоединилась к штатам, пытавшимся в судебном порядке аннулировать план агентства по охране окружающей среды. Спорным был законопроект о хранении огнестрельного оружия и подключении гражданских организаций к решению военных вопросов. Недовольство вызвало отношение к представителям сексуальных меньшинств и иноверцам разных национальностей. Деятельность уроженца Колумбуса заинтересовала республиканца Дональда Трампа. Летом 2016 года в твиттере кандидата на место в Белом доме появилось официальное представление напарника и правой руки. Дебаты с демократами укрепили позиции тандема, и политики, победив в предвыборной гонке, получили высшие правительственные посты. Вице-президент США, пользовавшись и неограниченным доверием, участвовал в решении государственных вопросов и присутствовал при переговорах американского лидера с Владимиром Путиным и главами ведущих иностранных государств. На восточно-азиатском саммите место главы РФ и американского вице-президента оказались рядом друг с другом. Политики поприветствовали друг друга и побеседовали на протяжении пары минут через переводчика. К разговору присоединился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В 2019 году Пенс стал ключевой фигурой в расследовании деятельности Джо Байдена в Украине. Он присутствовал на официальных мероприятиях вместе с принцем Чарльзом, Эммануэлем Макроном, Вальтером Штайнмайером и Дмитрием Медведевым. Не думая о реакции со стороны России и европейского сообщества, Майк поддержал решение Трампа убить иранского генерала Касема Салеймани. В Твиттере он назвал иранца человеком, ответственным за убийство тысяч американцев. Внешне политические страсти отошли на второй план в начале 2020 года, когда вирус COVID-19 стал мировым врагом номер один. Пенс возглавил целевую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом и в многочисленных интервью пообещал разобраться с ситуацией, обеспокоившей миллионы американцев. Во второй половине 2020 года Америку потрясла череда политических событий, спровоцированных необдуманными поступками представителей различных общественных слоев. Пенс, будучи правой рукой Дональда Трампа, регулярно представлял отчеты о внутриполитической обстановке и скорости распространения смертельно опасной инфекции. Несмотря на обилие работы и почтенный возраст, бывший губернатор Индианы вместе с действующим президентом вступил в борьбу с демократами за высшие правительственные посты. В рамках предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты Майк, соблюдая предписания Министерства здравоохранения, участвовал в теледебатах и появлялся на встречах с людьми. Поражение Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года привело к митингам в Вашингтоне, на которых выступил и бывший глава государства. Его сторонники устроили захват Капитолия. В результате штурма погибло несколько человек. Пенс осудил осаду здания Конгресса и отписался от своего бывшего босса в социальных сетях. Майк стал одним из политиков, которые в период пандемии публично провакционировались от коронавируса. Он сделал прививку вместе с супругой Карен Пенс и хирургом Джеромом Адамсом в декабре 2020 года. О готовности пройти необходимую процедуру сообщил и новый президент Джо Байден. Его инаугурация состоялась 20 января 2021 года. Предыдущий кабинет министров сложил свои полномочия. Приемницей Майка Пенса на посту вице-президента стала представительницей демократической партии Камало Харрис. В 1985 году в личной жизни Майка появилась супруга по имени Карен. Со временем у счастливые пары родились трое детей – Майкл, Шарлотт и Одри. Семья обосновалась в Арлингтоне, штат Виргиния. Несмотря на то, что политик напряжен на работу и видел близких только во время перерывов в заседаниях Конгресса США, Пенс старался как можно больше времени проводить со вдовевшей матерью, братьями и сестрами, оставшимися в Индиане. В ходе одного из визитов будущий вице-президент приобрел питомца, кролика по кличке Марлон Бандо, ставшего героем детских сказок, опубликованных в конце 2010-х годов. Впоследствии жена и старшая дочь завели австралийскую овчарку Хартли и кошек Пикл и Хойзл. Питомцы регулярно появлялись на фото в социальных сетях в компании членов знаменитой американской фамилии и их знакомых и других.